возвращаемся к нашей корреляционной матрице которая говорит нам о том что межфакторные связки должны быть не больше 0.25 поэтому мы можем установить величину примерно 15-25 опытным путем в данном случае мы выявили что лучше всего здесь 15 поэтому сразу заложим 15 запускаем и получаем вот такую матрицу нагрузок и вот такую табличку скоррелированности факторов нас вполне устраивает скоррелированность первые со вторым имеют скоррелированность минус 0.22 первый с третьим 0.23 и второй с третьим очень слабенькую скоррелированность но к сожалению фактором анализе в spss можно задать только общую характеристику скоррелированности отдельно для пары факторов задавать ее невозможно как мы видим табличка скоррелированности дает нам точнее табличка нагрузок дает нам гораздо более контрастную картину по строчкам теперь действительно для первой строчки именно первая компонента дает наибольшую нагрузку для второй строчки вторая компонента для 3 3 и так далее однако нас не оставляет мысль о том что может быть все таки удобнее взять ортогональное вращение почему с ортогональным вращением проще работать особенно если факторизация для нас не сама цель а промежуточный шаг если мы хотим затем использовать факторы как оси для расположения например наших респондентов мы хотим визуализировать группы наших респондентов как они располагаются на наших осях трех осях если мы хотим это сделать мы прибегнем к графическим возможностям spss или excel и и не с пицц не excel не позволяют представить координатное пространство не ортогональное поэтому если мы все-таки хотим визуализировать наши результаты то нам имеет смысл все таки пренебречь с коррелированностью наших факторов и задать ортогональное вращение я запустил ортогональное вращение варимакс объяснял уже почему варимакс мне больше нравится чем остальные два вида ортогонального вращения и получил табличку который интерпретирует